Итак, представьте, что вот это вот регулятор вашего настроения. Кто смотрел мультфильм «Головоломка»? Сколько там было в голове симпатичных человечков? Задание пересмотреть, да? И потом дать ответ на вопрос. Но представьте, что каждый из этих вот дисков – это регулятор одного из человечков ваших состояний. А теперь вопрос. У вас бывают разные состояния. Мы сейчас не говорим про эмоции, о них уже говорили, не говорим про чувства. Вот ваше состояние. А теперь вопрос. Ибо мы целостные личности. Дух, душа, тело – все в единстве. Какое состояние вы хотели бы выключить хотя бы на сутки, чтобы оно вообще вам не мешало? Которое бывает у вас нередко? Поставить на паузу на сутки. Какое состояние? Подумайте об этом. А пока наша тема сегодня – вера вместо страха или вера против страха. Главное, чтобы не страх против веры, хотя такой тоже бывает. И момент вот какой. Если мы откроем Священное Писание, последнюю книгу Откровения, 21 глава, то там прочитаем очень интересное предупреждение от Создателя. Я прошу в Библию не заглядывать, а просто в памяти вспоминать. Итак, Господь предупреждает. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. А дальше? Неверных, скверных, убийц, любодеев, чародеев, идолослужителей всех лыжецов, участь в озере, горящем огнем и серую – это смерть вторая. Теперь вопрос. Я пропустил название первой категории людей, кто первыми оказываются в озере Огненном. Кто помнит? Первые, кто идут в озеро Огненное – это… Они опережают даже убийц, они опережают даже прелюбодеев, даже идолослужителей. Первые, кто идут туда – это… Боязливые. Отлично, боязливые. Интересно. Разве можно поставить рядом убийцу и боязливого? Разве можно поставить рядом чародея и боязливого, прелюбодея и боязливого, вора и боязливого? С точки зрения обывателя, конечно, нет, но всего лишь навсего, как сказать, побаивается. Но почему-то Писание говорит, что именно они первые идут туда. Другой момент. Хорошо известная притча нашего Господа, 25 глава Евангелия от Матфея, притча о талантах. И посмотрите, за что получает по полной один из слуг. Читаем. «Подошел и получивший один талант, и сказал, «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, дени сел и собираешь, дени рассыпал. Пошел и скрыл талант твой в земле, вот тебе твое. Господин же его сказал ему в ответ, лукавый раб и ленивый». И дальше идет описание чего-то. А потом, «А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Вопрос. Почему у этого раба, у этого слуги такая проблема случилась? Почему он был назван лукавым, ленивым, негодным, и такой страшной участи был подвергнут извержение во тьму внешнюю? Какое главное качество этот раб сам проговорил, главное качество, которое побудило его вот так вот поступить? Помните? Проверяем. «И убоявшись, пошел и скрыл». Он убоялся. Получается, что в притче Иисус опять наше внимание обращает на то, что бояться, быть боязливым, позволять страх руководить своей жизнью, это верный путь. Куда? Писание говорит во тьму внешнюю. Почему так жестко? Почему именно с боязливыми такие вещи происходят? И почему Писание действительно очень серьезный акцент делает на то, что «не бойся, не бойся». Попробуем разобраться. Давайте вначале чуточку включим психологов и посмотрим, а вообще страх, что это такое? Прежде всего, страх – это ложное свидетельство, кажущее с реальным. Давайте будем откровенны и честны. Наш мир таков, что 90% страхов и опасений, которые у нас возникают, никогда вообще не произойдут. И получается, что около 90% страхов и переживаний, они фантомные, они не имеют под собой какой-то реальности. Когда-то, давно-давно, в советские времена, был популярный один стишок про мальчика Петю, который очень был боязливый. Он очень боялся спать без света. И там есть такие слова. Когда мальчик Петя просит маму, чтобы она свет не выключала на ночь, но сказала мама – нет. Чик, и выключила свет. Стало тихо и темно, свежий ветер дуло в окно. В темноте увидел Петя ступу с бабой ягой. Оказалось, на рассвете это печка с кочергой. Ну и дальше, в общем-то, там будет идти описание всего того, что Петя в темноте увидел, но с утра казалось, что ничего этого нет. Итак, страх – это ложное свидетельство, кажущееся реальным. Чаще всего возникает это искаженное восприятие реальности. Во-вторых, страх – это эмоциональное состояние, при котором мозг активируется, чтобы избежать возможной боли. И страх – это во многом подарок от Господа. Он сохраняет нас. Когда он в норме, когда он в тонусе, страх подобен соли. Когда его немного, он делает пищу адекватной. Когда его много, эту пищу есть невозможно. Жизнь становится испорченной. Парадокс нашего времени. Наверное, сегодня люди хотят много, как никогда, потому что жизнь стала более комфортна. Наверное, никогда люди так комфортно не жили, как сегодня живут. И чем комфортнее живешь, тем больше тебе хочется. Но чем комфортнее ты живешь, тем больше у тебя страхов. Есть такой парадокс. Чем проще жизнь, тем легче жизнь, тем больше у тебя возникает страхов. И парадокс нашего времени, парадокс христианства нашего времени заключается в том, что, боясь отвержения и боли, часто мы вместо того, чтобы сделать шаг навстречу своему счастью, старательно избегаем его. Почему? Знаете, есть такая тема, что мы живем между двух полюсов. Не северный и южный, а полюс наслаждения и полюс боли. Полюс приближения и полюс отдаления. И у большинства людей, на всех нас эти полюса воздействуют в виде притяжения. Но у большинства людей намного сильнее идет отталкивание от полюса боли, от полюса страха, от полюса опасения. Но до полюса счастья, наслаждения и радости многие люди так и не доходят. И они зависают между полюсами. Вот этот вот внутренний экватор, серая жизнь, где вообще ничего не происходит, там абсолютное спокойствие. Но это спокойствие, которое является ложным, потому что оно является сигналом того, что человек очень сильно от Господа отдалился. Бояться боится, но внутренней мотивации, силы, смелости, чтобы двигаться к цели, которую Господь дает, ее не хватает. И сегодня мы попробуем, насколько это возможно, сделать выбор. Кстати, что вы выбираете? Нео. Что ты там выбираешь? Или уже как бы матрица, она стала слишком классикой, чтобы ее смотреть? Попробуем разобраться. Святой апостол Иоанн предлагает нам антидот от страха. Давайте посмотрим, из чего этот антидот состоит. Сегодня, кстати, у нас будет два святых, которые будут нам помогать. Иоанн и Павел. Итак, смотрим. Начинаем с Иоанна. Мы будем сейчас читать достаточно большой отрывок из первого послания Иоанна. И наша цель – выявить составляющие вот этого антидота. Или, если хотите, вакцины против страха. Читаем. Первое послание Иоанна, 4 глава, 7 стиха. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные. Если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Как правило, эти слова мы читаем уже автоматически. Многие знают их наизусть. Если кто-то были следопытами, может быть, вы даже все послание, первое послание Иоанна наизусть учили. Однако, а что, если вот эти слова наложить на свою жизнь? Как оно работает? Вот под чем я могу подписаться, что это есть? Это я практикую, это работает. А что мне остается непонятным? Главная тема, действительно, первого послания, это тема любовь, любовь, любовь. Ну, казалось бы, сколько можно о ней говорить? Это такое заезженное понятие. Понятие заезженное, а вот состояние. Читаем дальше. С 13 стиха. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что дал нам от Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителям в миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в Нее. Бог есть любовь, пребывающий в любви, пребывает в Боге, и Бог в Нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире Сем, как Он. И вот тут мы сразу замечаем три составных части вот этого антидота против страха. На них мы чуть попозже внимание более детально обратим. А пока. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучения, боящийся несовершен в любви. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Четвертое состояние, точнее, четвертая часть вот этого антидота святого Иоанна от страха. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Тоже с этим чуть попозже разберемся. А пока. Давайте попробуем разобраться, что это такое. Вообще, слово любовь. Когда ты слышишь любовь, что у тебя возникает? Раздражение, потому что о нем так часто говорят об этом слове, но ты пока еще не понимаешь, что это. Какое-то чувство, внутреннее состояние, потому что тебе это знакомо. Вопрос, ты хотел бы разобраться с этим. Когда ты слышишь слово любовь, у тебя пульсирует вопрос, а что это такое? Писание говорит, одно из главных качеств нашего Бога, устройств Его, если так можно сказать, Бог есть любовь. Ну, давайте сейчас посмотрим кое-что интересное. Мы не будем поднимать русскую этимологию данного слова. Она не так интересна, как язык Аврама, Ицхака и Якова, потому что любовь на еврите это агава. Это слово интересно вот почему. Потому что в основе слова агава, любовь, находится корень гав. Гав – это глагол в повелительном наклонении, означающий давай. Получается, вот откуда идет тема, что любовь – это глагол. И в слово любовь вмонтирована как раз главная идея. Агав – давай. Любовь – это действие, любовь – это даяние, направленное от одного к другому. Интересно, кое-что вот еще. Слово любить, ну, я люблю, прямо сейчас, на еврите ОЭФ. Первая буковка – АЛЭФ, вторая буковка – ГЭЙ, третья буква – БЭТ. Буква АЛЭФ означает одного. Это первая буква алфавита. Да, каждая буква имеет свое числовое значение. Буква БЭТ означает два или второго. Один, второй. А между ними находится буква ГЭЙ. Буква ГЭЙ – это краткая форма глагола быть, существовать. Что такое любовь? Это когда один становится вторым. Когда один уходит на второе место, чтобы первому послужить. И когда один, есть такая пословица классный англичан, «А ты постоял в моих туфлях». Любовь – это способность сначала залезть в туфли другого, постоять в туфлях другого человека и только потом уже предлагать ему что-то. Потому что, как правило, знаете, вот эту историю, когда приходит к окулисту человек и говорит, «Доктор, у меня проблема, я плохо вижу». Доктор, «Да, да, да, я знаю». «Смотри, у меня классные очки. Ты даже не представляешь, как моя жизнь изменилась, когда они у меня появились. Я начал видеть, я просто прозрел. Поэтому у меня сегодня вообще хорошее настроение, держи мои очки». Человек берет очки доктора, надевает и говорит, «Доктор, я вообще ничего не вижу, у меня голова кружится». На что доктор по плечу стучит, говорит, «Это пройдет, это по первой так, по первой. Бери очки, свободен». Он такой, «Доктор, я не могу встать, у меня голова кружится, сейчас упаду». «Доктор, не придумывай, иди». «Мне помогли, и тебе помогут». «У меня дома еще такие есть». «Иди». Не бывает ли так, что в попытке любить другого человека мы играем роль этого доктора? Мы даем другому свои собственные очки, не удосужившись, ох, великий могучий русский, не удосужившись проверить, что там у него с диоптерами, как он видит, дальнозоркость, близорукость, или может быть что-то еще. Поэтому настоящая любовь, библейская любовь, это понять нужду, прежде понять нужду и только потом предлагать что-то. Еще тема интересная. Чтобы разобраться с идеей любви, она заключается вот в чем. Что, помните, эту тему хорошо знают адвентисты, которые любят вычислять число 666. Оно вычисляется на латыни, оно вычисляется на греческом, оно вычисляется на еврейте. Ну, мы знаем эту тему. Что интересно, каждый буквой иврит имеет числовое значение в зависимости от места в алфавите. И когда ты читаешь на еврейте, то ты не только читаешь, но еще и считаешь автоматически. Числовое значение слова «агава» — «любовь» — 13, «алф» — «единица», «г» — «пятерка», «бет» — «два» и «г» — «пятерка» — «тринадцать». «Тринадцать» — это число любви. Сколько было в команде Иисуса человека? Двенадцать плюс один. «Тринадцать» — это ни разу не чертова дюжина. Это библейское число любви. Вы знали это, да? А теперь посмотрите, что это такое. Правильно, личное имя Бога. «Юдгей Вавгей». Или, как говорят, непроизносимое имя. Священное имя Бога. Что интересно, что священное имя Бога, если его буквально переводить, оно может означать следующее. «Я тот, кем мне необходимо быть». Для кого? Бог есть любовь. «Я тот, кем мне необходимо быть для тебя». Бог существует сам в себе, как совершенство, но Он обязательно проявляет себя как любовь, дающая в отношении другого. И интересно, что числовое значение личного имени Бога «Юд» — «десять», «гей» — «пять», «Вав» — «шесть», «гей» — «пять». Итого получается двадцать шесть. Два раза по тринадцать Бог — это дабл лав. Бог — это двойная любовь. Вот эта тема интересная очень, потому что, когда написано, что Бог есть любовь, что это значит? Он направлен на даяние, и Он дает тебе всегда больше, чем ты от Него ожидаешь. Помня это, будем двигаться дальше. Хотя, стоп, стоп, стоп. Хотелось сделать небольшое предупреждение. В жизни каждого из нас рано или поздно появляется вот этот вот. О ком нужно сказать осторожно? Потому что есть палач счастья, киллер радости и убийца любви. Как имя его? Иоанн говорит, «Потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви». Страх — это противоположность любви. Любовь — это действие, любовь — это присутствие Бога, любовь — это свет и тепло, а страх — это отсутствие. Страх — это отсутствие Бога, страх — это отсутствие веры, страх... И мы понимаем, любовь — свет, страх — это тьма. Любовь — тепло, страх — это отсутствие тепла, то есть минус. Получается, вот он, главный киллер, который мешает нам по жизни, который убивает отношения, который разрушает веру и который уничтожает в человеке образ Божий, если его запустить и не контролировать. Теперь вопрос. Ну, а что нам делать? Самый любимый русский вопрос. Никто виноват, нет, что делать? Давайте попробуем разобраться. Тот самый Иоаннов антидот от страха, как он выглядит? Попробуем. Во-первых, 4 глава стих 16 говорит, «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее». Что является основой вот этого антидота? Переживание опыта. Интересный момент. Когда Бог открывается человеку, Он открывается ему всегда, ссылаясь на прежний опыт, который у человека уже был. А ну, давайте вспомним, как звучит первый заповедь. Как начинается вообще первая заповедь из 10 слов. «Я, Господь, Бог твой, который…» Посмотрите, Бог не говорит сразу же «Не убей, не укради, не прелюбодействуй». Он начинает с того, что «Я, Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства твоего». Прежде чем что-либо давать как заповеди, Он ссылается на прошлое, где Он уже открывался человеку. Получается, нет на земле человека в жизни которого бы Бог не проявлялся. Другое дело, что Бог очень часто действует инкогнито. Кстати, есть тема очень интересная, еврейская, что если ты хочешь сделать кому-то что-то благотворительное, будь анонимным, не подписывай свой подарок. Ну, если ты хочешь помочь, да, я сейчас не про подарок, там, на день рождения и так далее, а хочешь кому-то помочь, знаешь, у человека финансовые проблемы, подходишь, и говоришь, вот тебе, держи. Не-не-не, сделай так, чтобы он не знал, кто это. Сами понимаете, почему. Тема этики. Чтобы человек не чувствовал себя должным в отношении тебя. Почему мы об этом говорим, Бог такой, Он очень часто дает нам что-то, но не открывает себя, а потом при необходимости Он скажет, помнишь, вот это было, я тебе послал, а вот это помнишь, я тебе помог, а вот это помнишь, это я тебе дал. Иаков говорит, всякое даяние доброе и дар совершенный откуда приходит? От Отца Света. Всякая настоящая улыбка, всякая настоящая радость и наслаждение, за которые не стыдно, это подарок от Создателя. И получается, первая часть антидота святого Иоанна заключается в том, что человек начинает замечать, что Бог уже делал в его жизни, как он ему помогал. И человек начинает верить, если ты видел Бога в прошлом, то тебе проще видеть Бога в настоящем. Как ты определяешь человека, можно ему доверять или нет? По прошлому опыту с ним. Если опыт был положительный, ты ему доверяешь. Если этого опыта не было, такой, я не знаю, стоит, не стоит. То же самое с Богом. Бог начинает с того, что отсылается, делает отсылку в твое прошлое, где он проявил себя, где он помог тебе. Поэтому первое, с чего все начинается, это вера. Это вера, которая основывается на том, что уже было в твоей жизни. Помните фразу? Когда тебе плохо и ты находишься во тьме, вспомни, и Бог молчит. Вспомни, что Бог говорил тебе при ярком свете. Вторая часть антидота святого Иоанна. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». Иоанна 3 глава, 1 Иоанна 3 глава, 1 стих. «Смотрите, увидьте, какую любовь дал нам Отец». Смотрите. Иоанн обращает наше внимание. Он делает нашу перефокусировку на что-то, и получается, вторая часть этого антидота это фокус. На что во время испытания ты обращаешь свое внимание? Старое. Очень бородатая история, однако я вам ее расскажу. Жили-были два брата-близнеца. У них была сестра. Сестра была чуть постарше. Братья-близнецы, ну, им было лет по семь. Один был пессимист и философ, а второй был шкодник еще тот, но оптимист. Тот, который был шкодником, он систематически подшучивал с сестрой, который пессимист, он любил с ней проводить философские беседы. И вот канун дня рождения сестра думает, что подарить этим братьям? Один ее реально достал. Бывает такое, да, что оптимисты достают своим оптимизмом. А вот пессимиста жалко. Он такой вот, такой милашный философ, вот так вот хочется помочь ему. И сестренка помогает. И делает им подарочки. Утро, солнышко светит через ставни. Братья просыпаются. Первым просыпается, конечно же, философ. Философ. Руку под подушку. Там коробочка встает, разворачивает. И такой, фу, опять это лего. И грустно встает, чтобы пойти на кухню попить чай. Откидывая в сторону лего. Оптимист, услышав, что там что-то произошло, просыпается, помнит день рождения, руку под подушку, бух, достает, разворывает все, вот так вот бросает руку туда. Сестра, которую достали, как вы помните, она в коробочку. Жили они в сельской местности, видимо, недалеко от Заокска. Положила конский навоз. Пам! Вау! А ко мне ночью лошадка прибегала. Вопрос, на что мы внимание обращаем? Что мы видим вокруг себя? Вот наше внутреннее состояние помогает нам что-то видеть или что-то не видеть. Поэтому, действительно, вторая часть вот этого антидота, это то, на что ты сознательно обращаешь свое внимание. Или на Божию милость, на Божие присутствие, или на отсутствие. Третья часть антидота. апостол говорит, кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. Четвертая глава, стих 15. Кто исповедует, кто проговаривает, кто провозглашает. И отсюда мы видим, что третьей частью этого антидота является то, что ты говоришь, как ты говоришь. Мы об этом уже раньше говорили. Получается, если в сердце есть вера, она помогает тебе фокусировать свое внимание на что-то, и когда ты фокусируешь свое внимание на что-то, чтобы фокус не потерять, очень важно начать проговаривать, что ты исповедуешь. Представь, звонок в дверь, ты отдыхаешь дома во время каникул, уже где-то на часах половина первого ночи ты подходишь к двери, открываешь, и ты видишь, что все слова, которые ты произносил на протяжении дня, они воплотились в действие. Все слова стали воплощенными. Они приходят к тебе и в зависимости от твоего пола тянут тебе ручки, говорят, мама, мама, прими нас обратно или папа, папа, прими нас обратно. Ты готов принять все слова уже воплощенными, которые ты за день наговариваешь? Вообще, что ты исповедуешь за день? Есть такая вещь, да, в интернете можно отследить историю твоих посещений. А вот если отследить историю твоих слов, что ты произносил, почему ты произносил это, для чего ты произносил, слова, которые ты произносишь на протяжении дня, они укрепляют твою веру, они помогают тебе бороться со страхом, или они подпитывают твой страх, твои сомнения и так далее. И, наконец, последняя часть этого антидота Иоанна, читаем, 4 глава, стих 17, любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как Он, потому что поступаем. А теперь вопрос вот какой. Бог чаще приглашает нас выйти из зоны комфорта, чем зайти в зону комфорта. Это один из парадоксов. Когда ты приходишь к Господу и думаешь, что Он сейчас даст тебе вот такую теплицу, на самом деле это иллюзия. Теплица бывает, но редко и ненадолго. Как правило, Бог приглашает тебя выйти в открытый грунт, выйти из зоны комфорта для того, чтобы ты мог развиваться. Рост только проходит через боль в нашем мире за пределами зоны комфорта. И вопрос, когда ты видишь новую ситуацию, сложную ситуацию, у тебя всегда есть два выбора, как поступать. Или поступать как обычно, как все. Или сказать, Господи, что я могу сделать? В чем я могу сейчас победить себя? Мы не можем побеждать всегда, пока, увы, потому что страх нам мешает, слишком много ограничителей внутри. Но хотя бы, Господи, вот прямо сейчас я могу какую-то победу одержать? Что я могу сделать, чтобы мне потом не было стыдно за себя перед собой? Поэтому последняя часть антидота это дела, то, что ты делаешь. Есть такой момент интересный, вы сейчас поймете, к чему я говорю. Вы знаете, что если я сажусь, свожу вот так вот руки и начинаю ленту листать или что-то делать, вот такое положение рук, опущенные плечи с точки зрения физиологии запускает интересный процесс выработки гормона, который делает человека менее устойчивым к стрессу. В курсе? Опущенные плечи, подбородочек чуть ниже ватерлинии, взгляд вниз, все, 100% пойдешь на минус, что бы там ты ни читал. И наоборот, есть интересный момент. Когда проходит соревнование людей с ограниченными возможностями, например, которые слепы от рождения, то даже слепой человек от рождения, который не может других видеть, когда он одержит какую-то победу, что он делает, знаете? Почему? В него это заложено. Когда человек делает вот так, у него запускаются другие процессы и уже совершенно по-другому все чувствует. Классика жанра. Садишься вот так и попробуй в гармонию прийти с своим исповеданием. Господи, какой я счастливый человек. Как мне повезло. Я просто исполнен Твоей любви. Я такой счастливый. Нормально? Получится? А теперь вот так вот откинься и скажи, мне не везет по жизни. Жизнь это боль. Как все сложно. В чем проблема, друзья? Вы понимаете? Мы так устроены, что одна из вестей реформы здоровья, что между нашим телом и нашим духом намного больше взаимосвязи, чем кажется. Поэтому твое тело посылает сигнал твоему духу и твоей вере, что дальше делать. Поэтому следи за собой. Как ты сидишь, как ты говоришь, что ты делаешь, все это имеет значение. Поэтому сделаешь победу, прославь Господа. Как? Господи, аминь, аллилуйя, ты мне помог. Прославь Господа. Сделай что-то, чтобы было видно тебе самому, что Господь сейчас помог тебе. Ну, то такое, еще как-нибудь, может быть, об этом поподробнее поговорим. Хорошо, то был антидот Иоанна. Вера, фокусировка, слова, дела. Быстренько посмотрим антидот Павла. Потому что Павел тоже много о страхе пишет. Смотрите, что интересно, друзья, буквально плюс 7 минут максимум. Первое послание Коринфянам, 12-13 глава, хорошо известная поэма любви, описание антидота от страха. Давайте посмотрим кое-что интересное. Павел пишет, что любовь делает и что любовь не делает. Сейчас я не буду все перечислять, вы хорошо знаете, однако. Интересно вот что. Что слово любовь встречается раз, два, три, четыре. Четыре раза. Число в Библии это число мира, охвата. Север, юг, восток, запад. Четыре херувима, которые там находятся пред престолом Создателя всеобъемлющее что-то. Четырежды упоминается любовь, чтобы сказать, что она всеобъемлит. Сколько раз описываются действия, совершаемые любовью? Долготерпят, милосерствуют и так далее. Они описываются семь раз. Семь – это число полноты, оно понятно в Библии. А вот действия, которые любви вообще не присущи, этого в любви нет совсем, начиная от не завидовать, не превозноситься, не гордиться и так далее. Действия, которые любви совершенно не характерны, Павел их называет ровно девять. Девять в Библии, в библейской символике число пустоты. Теперь посмотрите. Любовь всеобъемлющая, в ней есть совершенство, и в ней вообще нет пустоты. То есть, вот есть что-то в любви, что совершенно не присуще. А когда мы вместе складываем девять плюс семь, получается шестнадцать, это восемь плюс восемь. Это восемь – это новое начало в Библии. То есть, в любви всегда есть двойное новое начало. Но это такое, чтобы было понимание, что там все на самом деле глубже, чем можешь показаться. Хорошо. Ключ к поэме о любви. Ключ к поэме о любви Павла у святого Иоанна. И мы читаем в первом послании, четвертой главе, стих восьмой. «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Любовь Божия открылась к нам в том, что Бог послал в мир единородного сына своего, чтобы мы получили жизнь через него. Что интересно, вот он ключик – Бог есть любовь. Теперь получается, если к поэме о любви мы поставим вместо любовь слова «Бог», то что получится? Внимание! Признание сердца твоего Отца, твоего Папы. Одно из главных сокровений, которые Иисус дал человеку, что Бог – это любящий небесный Отец, точнее, Папа. Потому что слово «авва», вы понимаете, означает «папа», а не «отец». А ну давайте попробуем. Ты готов прочитать одно из самых важных писем, которые написал тебе твой настоящий Папа? Тот самый, который вчера сегодня вовеки тот же. Я – твой Папа, по-настоящему терпелив и добр к тебе. Я – твой Папа. Не проявляю дикую ревность, а жду тебя. Я – твой Папа. Не кичусь своим положением, а служу тебе, и не превозношу себя над тобою, а очень дорожу тобой. Я не бесчинствую, а веду себя с достоинством ради тебя. Я не ищу своего, а всегда в поиске лучшего для тебя. Ты меня не раздражаешь. Я могу тебя понять, никогда не замышляю чего-то плохого для тебя, а всегда думаю о твоем счастье. Я не радуюсь твоим ошибкам и падениям, а наслаждаюсь вместе с тобой твоими победами и успехами. Я всего тебя принимаю. Я в тебя верю. Я на тебя рассчитываю. И с тобой остаюсь. Я – твой Папа. Никогда не откажусь от тебя, хотя однажды и пророчества станут бесполезными для меня, и разные языки земные упраздню, и знание станет ненужным мне. Ты готов принять это письмо за подписью твоего небесного Папы, чтобы именно оно было тем маячком, на который ты ориентируешься по жизни? Верит ли сердце твое, что все, что здесь написано – это правда, а не просто красивые слова Библии? Для того, чтобы понять это, давайте посмотрим на несколько моментов. Момент первый. Любовь Бога к тебе неудержима. Ибо если бы это было не так, то послал бы Он в мир своего Сына. Допустил ли Бог бы того, чтобы Его Сын, который от вечности был с Ним, пришел в этот мир и стал человеком? Знаешь, момент. Очень важный. О котором не принято говорить, что Христос, воплотившись в человека, останется человеком навсегда. Даже когда в вечности грех будет побежден, Христос останется в теле человека. Воплотившись в человека однажды, Он не может теперь развоплотиться и выйти на тот уровень, который у Него был до воплощения. Это уже огромнейшая жертва. Сын Божий, равный Отцу, становится человеком на всю вечность. У Бога был один шанс для спасения мира, в Сыне Его. И этот шанс Он полностью использовал. Второго шанса больше не будет. Христос, будучи Сыном Божиим, становится Сыном Человека навсегда. Если бы не безграничная любовь Бога к тебе, если бы неудержимая любовь Бога к тебе, произошло бы это зверство на кресте. Никогда. Божий Сын был вознесен на крест. Он осознанно пошел этим путем для того, чтобы взять на себя твои грехи, твои ошибки, твои промахи. Представь такую тему, что когда ты исповедуешь твой грех, твой грех, выходя из тебя посредством исповедания, превращается в какое-то животное. Вспомни самых отвратительных для тебя животных. Это могут быть членистоноги, это могут быть рептилии, пауки, склопендры, скорпионы, мыши, крысы. И представь, что каждый грех становится животным, противным, неприятным, какой-то тварью. И эта тварь в момент твоего исповедания устремляется на крест и вгрызается в тело Господа Иисуса через раны на ладонях, на ступнях. И эти животные греха начинают разрывать тело Сына Божия изнутри посредством твоей исповеди. Делал бы он все это, если бы не его любовь к тебе. Что побудило его пойти на крест и в ответ на призыв «Сойди с креста, и мы веруем в тебя!» Он остается там, чтобы ты никогда в жизни не переживал полного жуткого отчаяния от разделения с отцом. Помните, один из братьев Уэсли сказал такие слова. «Когда я смотрю на себя, такого несовершенного и грешного человека, то не понимаю, как вообще могу быть спасен. Но когда я вижу крест и распятый на нем вместо меня Христа, то не понимаю, как могу быть погибшим. На что ты смотришь? На свои поражения, на свои страхи? Или на Господа, который победил, который был распятый, который воскрес?» И, наконец, именно неудержимая любовь Бога открыла камень, который был в ход в гробницу завален. «Именно неудержимая любовь Бога к тебе воскресила Сына Божия. Он воскрес ради тебя. Если любовь вечна, то вечная любовь, находившаяся в Господе Иисусе, не могла просто так умереть, потому что, а кто тогда тебя будет любить? Христос воскрес, чтобы любить тебя, чтобы в вечности быть с тобой. Отваленный камень от гробницы свидетельствует, любовь Бога к тебе остается вечной, и она неудержима. Любовь... Бог любит тебя до смерти, но даже смерть не может остановить Бога на его пути к тебе. Бог побеждает смерть во Христе, чтобы продолжать любить тебя и быть с тобою». Первое послание Иоанна. Третья глава. В переводе российского библейского общества читаем. «Восторг апостола любви». Он буквально кричит. «Вы только посмотрите, какой любовью одарил нас Отец. Мы зовемся детьми Бога. Да, мы его дети. Мир не признает нас, потому что не признал его. Да, любимый, мы уже теперь дети Бога. А какими мы будем, еще это не открыто. Мы знаем лишь то, что когда откроется, мы будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Вот этот крик Иоанна. «Вы только посмотрите, какой любовью Бог нас одарил». Сможешь ли ты быстро назвать пять самых главных проявлений Божьей любви к тебе прямо сейчас? Иоанн говорит, «Посмотрите, она есть, эта любовь, к вам прямо сейчас». И, наконец, последнее. Три простых вопроса, но на которые очень трудно отвечать. Что было бы, что бы ты начал делать, если бы сегодня был уверен на 100% в Божьей любви к тебе? Он действительно меня любит. И так как Он действительно меня любит, поэтому я, что бы ты начал делать, чего до сих пор не делал, потому что сомневался в Божьей любви? Что бы ты начал делать прямо сегодня, если бы не твои страхи и опасения? Помните, с чего мы начали? Какую кнопочку ты бы отключил, которая тебе мешает, хотя бы на сутки? А теперь представь, а что если в тебе была бы отключена кнопочка страха? Сначала на полчаса, потом на час, потом на полдня, потом глядишь на день. Что бы тогда ты предпринял, если бы в тебе поломалась или просто запала кнопка страха и она бы не работала? И, наконец, последнее. Как бы изменилась твоя жизнь, если бы ты поверил, что с Богом возможно все? Как сказал Иисус, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. Что бы тогда было в твоей жизни? Это молитва недели, это приглашение к тому, чтобы ты по-новому открыл для себя Божью любовь. Что бы ты сказал, Господи, давай с тобой хотя бы на сутки заблокируем кнопку страха в моей жизни. Я хочу попробовать быть бесстрашным в тебе, в твоей любви, хотя бы день. Давай сделаем демо-версию такого состояния. Ну и потом, Господи, а если действительно возможно все? Ну если и не все, то намного больше, чем мы себе можем представить. Итак, ты готов обращаться к Господу в молитве, чтобы искать в нем ответы на эти вопросы для себя? Итак, прямо сейчас Господь присутствует здесь, чтобы предложить тебе веру или страх. Выбери веру, выбери веру в любовь, в любовь Божью, чтобы таблетка страха для тебя вообще была неактуальной. Выбери Иоаннов и Павлов антидот против яда страха, чтобы твоя жизнь не была отравлена, но чтобы ты достиг максимума, который Бог о тебе задумал. Приглашаю тебя к молитве. Время для тихой молитвы, когда ты можешь сказать Господу в сердце то, что считаешь самым важным для этого момента. Ведь он здесь, и он твой любящий Папа, который сказал, я тебя никогда не оставлю и никогда не покину по одной причине. Ты мой, я тебя люблю, и я заплатил за тебя жизнью своего сына, твоего Господа Иисуса. Отец наш Небесный, поклоняемся тебе, радуемся тебе и возвеличиваем тебя, того, кто был, есть и грядет. Мы благодарны тебе, Отец, за то, что ты настоящий и за то, что твоя любовь, она вечная. Отец, однажды твой апостол сказал, вы только посмотрите, какую любовью одарил нас Отец, чтобы нам называться и быть его детьми. Мы сейчас стоим при тобою с просьбой, помоги нам замечать твою любовь в нашей жизни, тебя в прошлом нашем, тебя в нашем настоящем и тебя в том будущем, которое порой так пугает нас. Отец наш, мы просим у тебя помощи, чтобы веру, которую ты вложил в наше сердце, мы могли развивать вместе с тобой, подпитывая ее твоим словом. Отец, во время испытания даруй нам мужество видеть воскресшего Господа Иисуса, который победил, а не просто проблема их величия, их силу, но напротив величия, силу и торжество Господа Иисуса. Мы просим тебя, Господи, помоги нам вместе с тобой следить за нашим исповеданием, чтобы оно было тем, которое одобрено Духом Твоим. И мы также просим, Господи, помоги нам действовать, не бояться выходить из зоны комфорта и не бояться действовать по вере, а не по страху, по любви, а не по сомнению, по надежде, а не по отчаянию. Отец, во имя Господа Иисуса мы просим тебя совершить чудо преображения нас, чтобы страх был заменен на веру, чтобы неуверенность была заменена полностью и совершенно Твоей любовью, и чтобы каждый день, просыпаясь, мы снова выбирали посвященность Тебе, принятие Твоего Духа, Твоего Слова и пребывания в Твоей любви. Благодарим Тебя за нашего Господа Иисуса и просим, Отец, прости, что часто огорчали Тебя своим страхом, своим сомнением или своим неверием. Мы сейчас исповедуем это пред Тобой и просим, Боже, яви милость Твою к нам, исцели нас Твоей любовью и заключи нас в Твои объятия, чтобы Твоя воля в нашей жизни была исполнена и чтобы Твоя цель для каждого из нас была достигаема, в каждом дне во имя Господа Иисуса, с Твоей помощью и для славы Твоей. Аминь.